Добрый день, добрый день, добрый день Извините, что ворвался Кепка слетает с головой Охранник забрал маску, поймал за лицо Чтоб вид был хороший при дороге на покупке сарона Ребят встали на заправке, поели, Рамирос сидел, ждал пока мы кушаем Где-то полчаса, когда мы пошли к машине, он пошел срать Хоть сидел с нами полчаса и ждал пока мы поедем и не шел Такой говняный контент, если честно Он перед этим тоже ходил в туалет А перед этим тоже ходил? Да, он перед этим как почты посрал Ребят, расскажи о своей затее миллионера Потом не купят, цех огромный Разбирают огромный цех, и Рома хочет блоки забрать с него себе бесплатно и построить дом Вот как мыслит миллионер, чтобы потом быть миллионером Вы что? В шеще вон грязь Да, кто-то катался, смотрите, новый, вроде, тут грязь есть, представляете? Он в радиаторе, он грязь Смотри, Рома кто-то раскручивал, смотри Ну это при сборке может Не, ну он должен быть запакован Нет? А грипсы у него есть? Не так Ну это уже, уже это не новый Нет, нет, это как он, это драме на 100% Это если был тест-драйв, он должен быть дешевле Грипсы порвано, видишь? Ну это что, все два яйца? А нет, это просто Тут как пинточка Ну синий красивый, живой, кстати Синий новый, цей бушный Цей бутылочный бушный А не бушный, надо другого магазина под вас Я же сказал, что он... А, везли с магазина? Да На нем ехали, да, просто? На почание его везли Это вывезли? Да Просто тут вот грипсы порвали, вы упали, наверное, где-то, да? Нет, с него не падали Подъявляйся, смотри, какая скидка продумана стоит Ну да, нужна скидка Да Что там у тебя новый? У меня вообще Айс, Айс Бэйби Я убью Апи Ну где... У нас на модели не было цейн новый Я понял Цейн прям реально новый, ты выдашь и новый Ну да То есть выдашь и единый Ну тут вот, вот тут видите чисто, а тут вот грязь забита Вот о чем я говорю Немного Ну просто да, очень дорого С грязью, чтобы за 120 тысяч А у вас на складе, может, другие цвета есть? Ну все вы посетите их мало, штук там, кода на магазине А, я понял Можно я скажу хорошо? Да, хорошо Движутся, когда их на каждом, это за по зарплату Я могу сделать по своей карточке, ты за ней платить не будешь А здесь страховки ты То есть сумаса не все так само Если аккумулятор, если мотор там взломал, он навернулся А гарантии так не мать? Гарантия идет обычно, ты просто за ней платить не будешь Это уже Не понял, трохи Действительно Заказал ты мотоцикл? Да, 120 тысяч И он на гарантии новый Гарантия идет что на цель, что на цель Обычная гарантия 200 тысяч мы скидаем на двух мотоциклах суммарно А я думал 30% стянется Он же уже бушный Нет, это не видно, это не на 100 2 600, это же где кэшбэк вроде А можно пару замалывания заработать? Короче, мы только что приехали в магазин и сурон упал еще на 13 тысяч Как раз скидка офигенная Я сейчас ничего не поняла Капец, как так? Я обещаюсь, там цена упала у вас на заднюю Там цена упала как раз Я делюсь у вас Да Мы чуть не купили дорожки Нет, я делюсь еще Нет, так он был 134, стал 119 Нет, 119 было, сейчас 107 Мы просто не поняли Ну 26 тысяч могли переплатить буквально за час Что? Можем куплять? Сейчас подиемся просто Я вот позвонил до Катерина у меня Кажет, что это такая беда Она говорит, ну да, можно гарантию типа дать Но я типа ждемлюсь, у кого все гарантии Ну что, гарантии дают? Сейчас даем все А что сам? Да Цену смотрим Ага Мы вчера мало их куплять просто Ну я вообще вчера боярую Ну это мы расстроились максимально Короче, переднего тормоза нет, смотри, не прокачан вообще Новый тормоза нет И тут, вот тут смотри Тут от дёрта, от клей, видишь там? Вот все наклейки унисированы, заклеят И хотят продать как новый, 1000 гривен скинуть Не вариант вообще брать его уже Посмотри, вот грязь На нем ездили, причем нехило ездили Вот синий новый Все, тут вот кто-то уже падал Из-за этого грипса подёртые И смотрите, внимательно, я сейчас покажу Переднего тормоза нет, кто-то упал Все, это отбой сразу Я правы А если сгорит аккумулятор? Автоматики на аккумулятор За эти деньги можно купить новый аккумулятор, наверное, нет? Афа, ну, держи Нет, гривна Нет, гривна Да, гривна Щеной поставили Только что поставили Что сделать, а шуйка спеша Может за 2-6 снимаем? Туги-выть, как я остыкал Ох уж это дома Да Давайте я вам куплю касс, можно? Да Сколько, 6-5? Вам, ребята, покупаю Не-не, спасибо, бездачи Ну, да-да Да бабушка бабушка спрашивает причем к сказали дорого и не может купить так печально в ровно такой жизни не видишь ты жестко контраста нас тут киви прям жесть да очень смотри вот женщина хэст и это же тупо синька называете чего хух ребята я уже устал этот киевы матает мы еще не купили сурон больницу уже спешить нужно целый день тут лази меняем деньги нужно еще на один магазин потому что там другой сурон до час не в общем ситуация такая мы приехали по сурон не дают поломанный сурон с поцарапанный по цене нового цена упала на 13000 гривен а нам никто не сказал нам не говорят об этом мы увидели сами хотели парить страховку за 12000 на акум в общем мы говорим есть другой не поцарапанный да есть но с пробегом 80 километров на другом магазине говорю что там катаются целыми днями они говорят на клиенты пробуют по цене нового тоже продают нужно минимум 30 процентов выступать за такую фигню типа витриный образец да это жесть просто оказалось еще есть один говорят только два километра пробег но тоже не новые упакованного ничего в украине нового не купишь сейчас поедем на другой магазин ехать полтора часа на машине если там все окей забираем мой экземпляр а рамиреса уже есть все хорошо с ним новенький стоит повезло рамирес меры сорта купил за сто десять тысяч ты по новый можно было бы уж не до последнего момента не признавался что у него есть этот желтый новый потому что ему продать старые я хочу просто прийти магазин дать 120 тысяч гривен и взять электро велик ну и все нужно спорить доказывать в этом целый час стояли пытались у них выпросить дайте нам новый короче бред вообще ненавижу нам что поехать купить другой сурон который поновее в котором два километра пробег нужно поехать другой магазин но они нас не пускают говорят чтобы здесь оплатили мы еще не проверили или он не проверили или он работает я его еще живую не видел но должен уже тут заплатить деньги за него представляете что то такое то есть я тут плачу еду только смотреть туда это потому что консультант который там получит деньги за продажу а так ты заплатишь здесь этому консультанту получит процент за продажу а ты появишь туда и просто там заберешь мы скорее всего так и за эту страховку также они там 80 или 70 процентов из этих 12000 также себе в карман ложат это их не надбавка зарплаты короче вообще сервис не нравится мне в магазине хочется прийти просто купить чтоб тебе улыбались они спорили до сейчас сыты видение так что я за скидку за обучалку мы понимаем что у нас все и подписчики но спасибо техника Бой! 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 Я? Идай за это! Кто это едет на моем мотоцикле? Дрога там, да? Все, дядь. Все, погнали? Погнал! Бой! Крутая тема! Давайте со мной сфоткаемся! Да, привет, садись! Садись сюда, вставай! С одной рукой крепление сломал на грудь! Добрый день! Кепка слетает с головой! Только кепка слетает с головой, капец! У меня кепка слетает с головой, не могу разогнаться! Если маме покажу эту квитанцию, она вообще с ума сойдет! Ох уж это дома! Отцу, если скажу, он скажет, ну ты полный! Так стимми на свой канал! Думаешь? Конечно, стимми себе, создай канал, первое видео будет! Реакция! Дай еще приеду! Да ты тут упадешь, тут скользко! Да, ну ладно, погнали! Куда? Нет, тут не катайся, чувак! Ну тут скользко, реально, я ж чувствую! Да на улице вживаю, я 5 км в час просто! А ты сейчас просыпешь! Я тебе не дам тут ехать, тут скользко вообще! Не понравилось! Привет! 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 Слухой рукой, паста по плитке! Добрый день! Добрый день! Врываемся, извините, что ворвался! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Не переживайте, я на выход еду! Камеры стоять! Не переживайте, я ж только купил! Не могу нарадоваться просто! Хорошо, выходим! По экскалатору, який на низь едет, наверх подняется, да? Да, да! Они вообще могут встать! На сельпо? Можно! Удачи, удачи! Скажи, удачи! Возьми! Удачи, удачи! Удачи! Удачи по-другому! Купил, не могу нарадоваться! Маска надевается! Здесь они катаются очень много людей! Это раз! Не надо! Не надо! Удачи и княшком проходим! Пожалуйста! 50 килограмм! Одевайте маску! Не надо, пожалуйста! Я вам скажу. Я Казахстид управляющий вам говорю. Пожалуйста. Вдите. Вставайтесь. Идёте просто. Спасибо большое. За выход. Возьмите. Все. 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 Ворвался в нас сразу. Ворвался в сельпо. Ворвался в сельпо, что ж оторвалась маска со скорости. Охранник забрал маску. Поймал за лицо. Блин, чувак. Внутка тянут, похоже на капец. Такий новый, знаешь? А, колесо спущено. Да, спущено. Да, колесо спущено. И заднее спущено. А я думаю, почему скорости так мало? Прям поздравляю, что ты осуществил наконец-то мечту детства своего. Блин, я думал, ты не купишь, честно. Сколько раз. Я тоже ехал сюда, я не верил себе, своей бороде. Ну так взял и купил. Вот так. Я уговаривал. Жизнь про мотоцикл. Ну это почти мотоцикл. Будем как обучающий. Но это лучше, потому что ты не убьешься на нем с своей техникой. Факт. Факт. Смотри, какие волосы классные. Нам цитрус еще дал мастер-класс. Один такой пакет стоит полторы тысячи гривен. А вот за что это полторы тысячи? И вот за этот мастер-класс. Он сделал это бесплатно, мастер-класс, если хотите обучиться, наверное, как продавать электропитбайк с ручкой поцарапанной. С пробегом 80 километров. Алик, тебе дарю свой мастер-класс. Спасибо. Зарплава, зарплава, зарплава. Такой как чоппер низкий. Такой руль низкий. Давайте у нас пацкиным овременем. Да, мы уже не спираем. Очень классно эмоционально. Я уже платил сто восемь тысяч гривен за свой сурон, но я его еще даже не видел. И мы едем в другой конец города, его забирайте, потом сразу же в больницу. Еду до невролога консультироваться с этим пальцем. Давай на протисорце станем. Давай. Спасибо большое. Не, за что? Гоффро надо взять реакцию родителей и снять. Думали, тебе уже шестьдесят пять лет, все. Теперь как ребенок счастливый, Рома. Смотри, что у меня есть здесь. Зарядочка. Другой человек ездил бы не с зарядкой, а с канистрой бензина вонючий. А я буду ездить зарядкой. Оставлять экологию чистой. Пацаны встретили все же с теми и глаза удивлены. Что покатались? Да. Мы за Меллим. Их не слава не ехать. Мы за Меллим. Мы за Меллим. Их не слава не ехать. Мы за Меллим. Мы за Меллим. Я люблю лайки. За сто тысяч лайков. За сто тысяч лайков, да. Куча тронутых роботов. Что не люблю? Вытянутся роботов. Сидром вытянутся роботов. Как тебе должно это не фоткать все? Да нет, типа полный рост. Блин. Ну как же, я люблю своих бойсов. Когда встречаю подписчиков на улице, настроение вырастает. Огромное спасибо вам за то, что вы есть. Меллим подобрали только что, он катался в поролон и подвернул ногу. Оп, поролон. Представляете, у нас поролона не от настоящее с кубиком и куда-то проваливаешься. А просто такой, на который ты стоишь, как на диване, и не провалишься, и Меллим подвернул ногу теперь. Да. Получается, я сделал бэкфлип на фут, и она поддыхнулась. Получается, не провалилась вниз, а упёрлась и... Мы могли бы в другой моток за четырехпроцентный кэшбэк. То есть, кто-то один мог купить, а второй мог купить четыре процента скидки? Да. Вот это... Нам это не сказали. Нам ничего не сказали теперь. Четыре процента кэшбэк за... За любую. За любую покупку. Они не сказали, купите один и получите второй за четыре процента скидки. А это пять тысяч гривен. Ста... 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 Капец. Центра стен. Так хорошо, что Таня подвылась с силикон. Если бы Таня не посмотрела, не зашла, купили бы вообще за 120 тысяч. Когда вы заказывали, было 120 тысяч. Типа с таким... Тоном говорил, что вам придется переплатить, типа. Да. А потом Таня заходит, смотрит цену, а там как раз сегодня еще упал на 13 тысяч гривен. И они ушли как раз. И они ушли, начали звонить, консультироваться. Мы их минут десять ждали. Что делать, типа, с нами? Они пошли... Они сказали, пошли на монитор, посмотрим. Там у нас нормальный есть компьютер. Посмотрим на компьютере удобно, типа. Они поняли, что не проговорились, походу. Тут желтый же в сервисе. Да, кстати. Да, да. Тут хорошо, что этот продавец честно сказал, что в одном аккумулятор чинился и не впарил нам. В втором сказали, что 80 км пробег. Ну, это мы бы сами увидели, когда ключик повернули. Поэтому я бы не взял 80 км пробег. Это уже бушный, нужно цены скидать. Они продают как новый. И сейчас мы поедем и надеюсь, что... Сказали, там есть еще третий желтый. Надеюсь, это не тот. Мы просто целый день едем в пробки. Никуда доехать не можем. Я ненавижу этот город. Просто будем пробки. Ролейбус не хочет пропустить. Может, ты передумаешь, Рома? 70 тысяч вместо Сурона за 170. Сотку едешь? Сотку? До сотки киновчан. Рома, может, передумай спортивный. Он замес. Приехали за... Суронами, тут рулевая жестко шатается. Хотя, сниму, нельзя новую вещь просто купить, взять все. Ручка моя, так считается? Да, но там, которая уже подшатая. Это пломба была, да? Да, он пишет, пишет гарантия, избавляется, вот. И она вот отдертая. Это уже все. И болтики потертые. Сказали, не вскрывали в том магазине. Когда приедешь, заберешься. Нормально. Печально. Что делать? Там пломба сорвана. Аккумулятор. Аккумулятор. И болты, бачка? Такие. Подуы и раскрываются. Ну, то есть, скрывался уже. Чтобы просто поменять батарею, и, в принципе, можно было кликать. Да, да. Запломбировали, можно поменять батарею. Хорошо, только у меня его нету. У нас закрыты батареи. Где будут? А там, где нормальная батарея? В чем черт? Ну, так мне кажется, что там нормальная батарея. Ну, тут видно, что новая с этой стороны. Ну, не могли же, наверное, или могли как-то поменять с одной стороны? Ну, вот. Ну, могли, наверное. Ну, а как он так сделает? Ну, он был сделан. А есть там, не знаю, ногтя, отпечатки или что-то? Ну, он реально не сейчас сделанный. Бо, он же задертий уже аж долго тут лежит. Ну, говорю по приходу, я лично видел, как его собирали. А здесь у нас подсобки, поэтому... Может, когда его туда вставляли, так, бачишь, он задерся. Ага. Может, кстати, будет. А гарантия, что у меня станет. А гарантия, что у меня станет. Бо, если мне придется сгореть через день, я... Ну, ты бы сейчас так, как нажал бы, как и я. Он только что не ехал. Как вернуть назад? Короче, только что просто был включен и не ехал. Рома нажал ручку, вот так пока целый он поехал. Что-то может быть. Датчик какой-то. На тормозных колодках, может, что ли? Может. Потому что, когда нажимаешь тормоз, он вообще не едет же. Эти же чуваки сами в подсобке их собирали. Я думаю, они *** собраны и нужно пересобрать. Вот просто дома хорошо все. Поподтягивать датчик. В общем, я купил желтый. Мы побоялись, что пломбы вскрыты, но нам дали гарантию, если что-то будет с Акумом. Я сейчас попробовал объехать его. Он раз заглючил, только что не поехал. Мы сейчас попробуем Ромир и Саакум вставить. Да, посмотри, пломба. Здесь он не вскрыто. Да, вот тут не вскрыта пломба, а не вскрыта. И поэтому он 38 едет. Нужно назад отдавать его. Может просто... Он говорил, что желтый чинил. Что, если сейчас бракованный Акум? Я говорю, магазину Акум просто пусть меняют, и все, и забираю этот. Если нет, то отдаю им назад. Ломбус, я показывал в магазине уже, что пломба вскрыта. Давай так. Мы предположили, что это при том, когда его всовывали внутрь, они задерлись. Но такого быть не может. Нет, 38 больше не дает. Вот здесь, да? Типа короткие шнуры. Да, а там был длинный такой, что мы еще сеной не знали. А тут, да, чинили Акум. Ух, какой он толкий. Нет, такого жгута не было. Посмотри, здесь вот один. И все. И все, здесь нету дороги. Нет, и вы. Может, это оттечка... Скорости. Давай пробуй так сейчас ехать. Вот это у меня было в коробке. В комплекте идет? Типа блокировка скорости? Да, может. Что, не едет? Что-то не едет. Смотри, ключ вставлен, провернут. Ну? Режим включен, спорт. Смотри, газую. Да, да нет. Смотри, бред какой-то. Все, он сломан. Давай так вот и затащим, блин. Скажем, что не едет. Пошли. В магазин. Капец, сколько возни я уже к доктору не успеваю. Страшная штука, потому что оно не газует сейчас, а может потом газануть. Стой тут, а я в магазин зайду, чтобы он попробовал тут газануть, там разобьет все в магазине. Аккуратно, он может ехать, может и ехать. Нажимайте газ. А, вы тормоз нажали, да? Иногда едете, иногда не едете. То есть или тормоз, колодки, может датчик на колодках какой-то блокирует. Кожешь мороженое? Не, спасибо. Бесплатно для меня, да? Шоп. Не, спасибо. Короче, проблема в том, что ручка вот эта залипает, смотрите, ребята, залипла и не газует. Сейчас. А если отжимаешь так пальцем сам, сразу газует. Датчик стоит на тормозе. Балику нужно развернуться на 180 градусов этим большим бусом. Это челлендж. На две полосы нужно сейчас ехать в пробку. Просто, чтобы тебя все пропустили, нужно. Мотелка, конечно, меня не пропустит. Его пропускают, смотри, все стали. Спасибо большое, бойс. Ты реально проб. Просто в танку едешь. Ты видишь, как там жарко? Ох, ты не представляешь себе. Может он угнал? Может телкача завели? Поворотник включил танку, представляешь? Я не знал, что в танке есть поворотник. МРТ покажет, что ничего нет. Это можно? Что дело? Произначают физиотерапию, процедуры, будто все во время молекулат. Понял. Это по восстановлению нервов, да? Да, да. Врач выписал витамины группы В для восстановления нервов. Сказал приехать сделать МРТ. Мы записались через 2 недели на МРТ, чтобы на снимке исключить инородное тело. Может предыдущий врач забыл что-то вытащить. Врач, что мне вытягивал, он даже слова мне не сказал, а этот проконсультирую максимально. И логично направил меня на МРТ. А если нет инородного тела, тогда физпроцедуры назначат. Он постучал по всем пальцам, поколол, пожужжал. Чувствительность каждого пальца проверил, что очень радует. Видео еще посмотрел в Ютубе, подписался на мой канал. Значит. Представляешь? Да. У нас даже, когда я пришел к врачу, он ничего не проверял. Сюда. Давай. И рыжий. И просто ничего не говорит. Просто ужас какой-то, ну. Как свинью. Как свинью порезал. Да, я сейчас должен тратить. Ну, консультация 800 гривен, но на то, что... Привет. Подписчики. Консультация профессионала, она бесценна. Бойся, заждались уже. Валик Тим. Давай. Консультировал меня, застелил вот эту наволочку, все чистенькое, для того, чтобы постучать по пальцам. Подкапал или нет? Нет, для того, чтобы постучать по пальцам и просто чистительность пальцев проверить. Больше, лучше организация, чем когда мне резали, делали операцию. Подготовка. Подготовка, да. Что там в Ромирусе? Звонил ему? Ромирус только что звонил, сказал, что вышел с веломастерской. Три объездил. В третий был чувак, который помог. В итоге там оказался датчик холостого хода на колодке. Неправильно прикручен, не той стороной, что-то такое. Оно глючило. Они все подрегулировали. То есть веломастерской сделали? Да, да. Они, ну, в Цитрусе просто не умеют собирать. Там все неправильно прикручено. Они ж мобилки продают. Кто им вообще дает собирать велик? То уже все окей? Да, все. Все, ребят, спасибо, что посмотрели видео. Мы поехали домой. Мы так устали с этим суроном. Что это? Я устал. Вы нет? Просто покупка нового белика вымотала. Целый день ездим в пробках туда-сюда. Тот не там, тот поломанный, тот бушный продали. У того ручка отходит. Едем туда в другое место. Два часа пробки там, два часа пробки там. 120 тысяч гривен. Хочешь отдать 120 тысяч гривен? 120 тысяч гривен за то, чтобы нервы себе трепать. И я уже не хочу его под конец дня покупать. Я хочу просто прийти, новый купить в коробке. Нет, мне нужно чинить, ездить по магазинам. Датчик мне там прикрутили. Пять часов ехать. Еще назад ехать пять часов нам. А у нас уже сил нет, просто вымотали. Нужно покушать и все ладится. Да, да, хорош. Классно. Ну ты скажешь, хорош-хорош, ты только хорош сказал. Маленькая, не хорош-хорош. Фух, мы втеснили второй сурон. Вот, поспускали колеса, грязные руки. Вот прямо сюда. Миллиметраж. Просто пришлось спустить два колеса, что впритык. В этом да. Мы только что чуть не врезались, ехали на большой скорости. И чувак с Польши приехал, польские номера. И Валик еле успел затормозить. Он тормозил, пробка какая-то, авария резкая. И мы не видели, что он тормозит, потому что стопы не работают. Да, фары не горят. Говорит это только видно и все. И то еле-еле. Еле-еле, тускло вообще. Вот вам и по полякам. Только машина какая-то на польских или на латвийских номерах. Да, сразу идёт. Сразу идёт. Просто дешёвые, доступные. Проверено просто. Смотри, они меньше колена. Это они где-то с села выехали в инше село. В колену едут. Котик облизывает лапки, едет в машине, путешествует котин. Думаю, каким себе тусуется, нормально в машине все. Ну он привык. Нужно просто приучать животное. Смотри, смотри, смотри. У них поворотник не работает вообще. Они не поворачивают, а поворотник не работает и смотрят. У них мозги не работают. Иногда мигаются мигалки. Что-то одна машина. А, Латвийц. Вот вам маска. На польских номерах Вария попал. Полик. А он сам в аварию попал? Да, сам попал. В Суроне фара есть. Ну вот, боюсь, я уже дома. Приехал с Киева. Вот мои котики. Приехали очень поздно ночью. С Валиком ещё по ночному городу катнулись. Он тоже захотел себе купить Сурон. Сразу же кайфанул. Улыбка до ушей. Сказал, что это самое лучшее, на чем он катался. Но сейчас я заряжаю вот Ремиреса. Вот мой в кухне, потому что в гараже нет розетки. Электрокартинг, как видите, тоже тут стоит. Нет где его заряжать. Ещё хочу купить себе электро. Трайк. Трайк. Трак. Что-то такое, короче, трёхколёсный. Было бы круто. А потом уже Теслу куплю электро. Будет полный набор. Ставьте лайки, чтобы я всё купил. Ну всё, сейчас собираемся. Будем их настраивать. Подкачивать вилки. Регулировать всякие датчики. И сделаем полноценный обзор на эти электронные двухподвесы. Уже в следующем ролике. Так что ставьте лайк, чтобы этот ролик вышел скорее. Подписывайтесь на канал. Потому что это мотивирует снимать крутые ролики. И смотивирует отжечь на этих суронах. Сделать что-то очень крутое. Типа куда-нибудь ворваться, в торговый центр погонять. Ну я уже ворвался, но не полноценно. Чтобы прям круто ворваться, нужно много лайков. Подавайте 200 тысяч лайков. И я снимаю дальше какой-нибудь крутой влог на этих электропитбайках. Ну ты ж да. Типа надо ж ******. Короче всё таки, это не важно. Самое смешное, что Рамираса родители уже наругали взрослого мужика. За то, что он купил эту штуку. Это в следующем видео будет. Я вас люблю. До скорой встречи. Пока. Вот к примеру родители Рамираса. И Рамирас. Как выглядит ситуация в кошачьей жизни? Вот Рамирас сопротивляется постоянно. Родители пытаются сказать, ты не так живёшь, ты не то делаешь. Ситуация как в моей жизни такая же. Только я окружил себя теми людьми, которые заинтересованы моём счастье. То есть я остался один. Вот как выглядит Рамирас. Из-за того, что ему не разрешают сурон, о котором он мечтал. Всё, родители уходят. Навернутся через минуту и скажут ему то же самое. Рамирас. 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 Рамирас.